Много лет назад, когда я был таким же дьяконом, как и многие из вас, молодые люди, мы с отцом отправились к горному ручью порыбачить форель. Насаживая наживку на крючок моей удочки, отец сказал мне, что когда рыба попытается схватить наживку, мне нужно подсечь рыбу, иначе она сорвется. Я не понял, что означает подсечь. Поэтому он объяснил мне, что когда рыба захватывает наживку, нужно зацепить крючок у рыбы во рту, чтобы она не могла сорваться с крючка, и что крючок насадится, если в момент, когда рыба попытается взять наживку, я быстро рванул удочку на себя. Теперь мне очень хотелось поймать рыбу, и я стоял у истока того горного ручья, как сжатая пружина. Каждая мышца напряжена, ожидая описанного движения на конце удочки, сигнализирующего, что рыба пытается взять наживку. Через несколько минут я заметил движение на конце удочки, и моментально изо всех сил рванул удочку к себе, ожидая борьбы с рыбой. К моему удивлению, я увидел, как та бедная форель с крючком, уже крепко насаженным у нее во рту, пролетела из воды по воздуху над моей головой и, упав позади меня, забила на земле. Из этого опыта я вынес два наблюдения. Во-первых, вытащенная из воды рыба очень несчастна. Хотя ее жабры, плавники и хвост очень хорошо работают в воде, они совершенно бесполезны на суше. Во-вторых, пойманная мною в тот день невезучая рыба, погибла из-за того, что ее заманили обращаться с чем-то очень опасным, даже смертельным, как с достойным внимания, или, по меньшей мере, достаточно интересным, чтобы приблизиться к этому и, быть может, попробовать. Мои дорогие братья в священстве Ароновом, из этого мы можем почерпнуть пару уроков. Во-первых, как учил Леги, основная цель вашей жизни — иметь радость. Для того, чтобы иметь радость, необходимо понимать, что, будучи чадом вашего Небесного Отца, вы унаследовали божественные черты и духовные потребности. И точно так же, как рыба нуждается в воде, вы нуждаетесь в Евангелии и в напарничестве Святого Духа для того, чтобы быть по-настоящему глубоко счастливыми. Так как вы принадлежите к роду Бога, по вашей вечной природе просто и неестественно, чтобы вы поступали плохо и при этом имели хорошее ощущение? Этого не может быть. Частью вашей, так сказать, духовной ДНК является то, что вы будете испытывать покой, радость и счастье только в соответствии с тем, как вы живете по Евангелию. И напротив, в соответствии с вашим решением не жить по Евангелии, вы будете настолько же несчастны, как вытащенная из воды рыба. Как сказал Алма своему сыну Кориантену, «Вот, я говорю тебе, что злодейство никогда не было благом». Итак, сын мой, все люди, живущие в плоском состоянии, без Бога в мире, они идут против естества Божьего. Итак, они в состоянии, которое против естества блаженства. Заметьте, что быть без Бога в мире, другими словами, не желать жить по Его Евангелию, и, следовательно, не иметь напарничества Святого Духа, означает быть в состоянии противном естеству блаженства. В действительности, Евангелие Иисуса Христа – это, заметьте, единственный великий план блаженства. Если вы выберете какой-либо другой образ жизни, или попытаетесь жить только по чем-то частям Евангелия, которые кажутся удобными, – такой выбор лишит вас полной, необычайной радости и счастья, для которого вы были предназначены нашим любящим Отцом Небесным и Его Сыном. А теперь обратимся ко второму уроку, подчеркнутому из моего опыта на рыбалке. Точно так же, как рыба в горном ручье, дабы ее не вытащили из воды, должна беречься наживок, помещаемых на ее пути, мы с вами должны быть мудрыми, дабы нас не увели от счастливой, сосредоточенной на Евангелии жизни. Помните, что, как заметил Легий, дьявол стремится сделать все человечество таким же несчастным, как он сам, и обретает силу овладеть нами, когда мы совершаем нечистые и злые поступки. Следовательно, не соблазняйтесь даже попробовать что-либо недостойное, ибо сатана уже готов насадить вас на крючок. Именно предвидя риск накрепко или мгновенно попасться на крючок, древний пророк Мороний, который на самом деле увидел наши дни, настойчиво предупредил вас и меня не касаться злого дара и ничего нечистого. Очень много злого и нечистого есть в музыке, в интернете, в фильмах, журналах, а также в спиртном, наркотиках и табаке. Как и всего злого и нечистого, мои молодые друзья, даже и не прикасайтесь к этому. Во всем подобном запрятан крючок, который насаживается крепко и намного быстрее, чем вы можете даже себе представить. И сняться с этого крючка, возможно, окажется необычайно болезненным. Алма говорил, что ему пришлось пройти процесс покаяния до смерти. Он даже утверждал, что ничто не могло быть так ужасно и так горько, как мучения мои. Быть может, некоторые из вас совершили что-то злое и нечистое. Черпайте надежду в том доктринальном и историческом факте, что вера Алмы в Господа побудила его покаяться, и непосредственно в результате своего покаяния он испытал такое счастье, благодаря силе искупления Христа, что, как он выразился, ничто не может быть так чудно и сладко, как моя радость. И вы это испытаете по мере того, как стремитесь к Господу посредством покаяния. Каждому из нас в той или иной степени необходимо каяться. Каяться значит совершать в своей жизни реальные перемены, которые Спаситель желает, чтобы вы совершили ради вашего же счастья. Покаяние — великий благотворный закон Евангелия. Когда ваша вера в Спасителя приводит к личной перемене, такое покаяние с вашей стороны, как заявил Геломан, через силу Искупителя приводит к спасению вашей души. Стремясь к перемене, помните о том, что наш любящий Спаситель, как заявил Алма, всесилен спасти всякого человека, верующего в Него, и приносящего достойный плод покаяния. Это великое, ведущее к свободе, полное надежды учения. Пророк Джозеф Смит на собственном опыте узнал, что Господь ожидает, чтобы мы избегали несчастья, живя по Его Евангелию, а также желает, чтобы мы понимали, что можем каяться. Когда Джозеф потерял 116 страниц перевода рукописи Книги Мормона, поддавшись убеждениям человеческим, он был несчастен. Господь сказал ему, «Ты должен был быть верным, и Бог простер бы к тебе руку твою, и защитил бы тебя от всех раскаленных стрел дьявола, и Он был бы с тобой во время всякого несчастья». Это относится и к каждому из вас, молодые люди. Будьте верны, и вы будете защищены рукой Бога. Затем пророку напомнили, как и каждому из нас, что он будет прощен, если покается. Представьте, какую он испытал радость, когда Господь заявил, «Но помни, что Бог милостив, а потому покайся в том, что ты сделал против повеления, которое я дал тебе, и ты все еще избран». Сегодня вечером я предлагаю каждому из вас жить по Евангелию, дабы быть по-настоящему счастливыми, избегать зла и приносимого им несчастья. И если вы совершили что-либо злое или нечистое, осуществите перемены, которые ожидает от вас Господь ради вашего собственного счастья. И я свидетельствую, что своей несравненной силой Он обеспечит ваш успех. Приняв это приглашение к действию, вы пожнете долговечное счастье и построите основание своей жизни на камне нашего Искупителя, такое, что, как учил геломан, дьявол не сможет обессилить вас и не повлечет вас в бездну горя и бесконечного рыдания, потому что вы построили на камне, на твердом основании. И если люди будут строить на таком основании, то они падут. С жаром сердца я свидетельствую о Господе Иисусе Христе. Он есть камень, единственное твердое основание счастья и исцеления. Он жив. Он обладает всей силой на небесах и на земле. Знает вас по имени и любит вас. Во святое имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok